Точка в пюре, она обращается в ноль. Значит, вот здесь находится ферромагнитная фаза, а вот здесь находится парамагнитная фаза. Это более высокая температура. Ну и вот наша задача диагритиков описать, по какому закону меняется импературная зависимость от этого анализа ферромагнитной, то есть ферромагнитной. Спонтанное магнитное подключение, так сказать, ферромагнетики, это по-разному подразумевает, что у вас на узлах решетки, я условно объясню, имеются спины магнитные, то есть механические моменты и соответственно на каждом узле у вас возникает намагниченность отдельного узла, в которой описывается следующее, значит, выражение фактора манте, г, то есть фактор магнитонного на величину спина. Спина, в общем, векторная величина, так же, как и орбитальный момент, спиновый момент. ну и, значит, если мы будем знать, как зависит от температуры среднее значение вот этого спина, то мы сможем вычислить среднее значение на магнитном спине. вот для решения этой задачи очень сильных локализованных магнитных моментов обычно используют галлентуниан Байзенберга. Слышали бы вы такой комментарий? Ага. Ну, ладно, я вам, как говорится, заказывать его сучуществование не буду, но в простейшем виде он записывается в таком виде. Давайте, значит, сейчас напишу и выжим. Пока вы их сушите, дальше поичиняйте. Субтитры сделал DimaTorzok Что тут галлентуниану написывает? Галлентуниану написывает такую ситуацию. Вот у вас есть решетка какая-то, ну, для простоты, ведь сумма квадратная. На каждом узле решетки есть спин. И спины соседних узлов связаны параметром обмена лёд. Вот этот параметр обмена в херромагнестике положительный, обменный, играл больше нуля. Когда у вас температура абсолютного нуля, когда температура равняется абсолютного нуля, дальнейшая энергия основного состояния состоит, заключается в том, что все спины выстраиваются параметром друг к другу. Значит, косинус угла между двумя спинами на соседних узлах равняется нулю. То есть, косинус угол ноль, а косинус единится, естественно. И энергия будет такая вторая. Она вторая. Жи. Так. n. Что такое n? n – это число узлов кристалла. Число узлов. Что такое z? Вот это, которое я здесь пишу, вторая сумочка. z – число ближайших соседей к выделенному узлу. Вот, скажем, здесь я рисую квадратную решетку, у меня вот я выделил какой-то узел. Ну, допустим, я когда номеру и по n дошел до этого узла какой-то там, сонтый или сто первый. Вот. И, значит, я учитываю взаимодействие спина на этом узле с ближайшими соседями. Вот они, значит, соседей первого порядка, z – здесь будет 4. Если у меня есть какое-то более дальнее взаимодействие, я скажу, с третьими узлами, это будут уже соседи второго порядка, но надо всегда вводить, посчитывать обменный интеграл с соседями второго порядка. Ну, то есть положим, обменный интеграл с соседями второго порядка, я, значит, учитываю взаимодействие только с соседями первого порядка. Вот так выглядит Эмитериан. Ну, вот здесь я, естественно, написал скалярное произведение двух векторов по комбайну. В основном состоянии, в основном состоянии, вот при температуре абсолютного нуля спины все расположены параллельно. Но, когда температура повышается, за счет теплового движения отдельные спины как-то переворачиваются. В результате, если просумнировать по всему кристаллу, получается, часть спины глядят в одном направлении, большая часть дорога, результирующая, так сказать, спинка, широкая стала уменьшается, суммарная спинка, и уменьшается эффектирующая магнитная матемия. Так вот, чтобы нам найти температурную зависимость самоглеченности, мы ее можем сейчас определять так, температурная зависимость самоглеченности, это G-2, магнитон Гора. Ну и вот давайте вот это направление на магничности выделим в ось ОС z. Значит, это ось, это пикулярные, здесь и G. Давайте направление подсадной на магничности выделим в такой Z. Тогда, значит, чтобы найти, нам надо сосчитать гемодинамическое сравнение значения G-2, H-3 спина на узле. Но на магничность всего кристалла, значит, будет N на магничность отдельного узла. Ну и вот, чтобы решить эту задачу, давайте поговорим немножко о коммутационных соотношениях, о которых удовлетворяют вот эти операторы спина. Г-2, оператор спина. В квантовой экране, в котором Макс Сквинин рассказывал про орбитальные моменты, он там описывал коммутационные соотношения между операторами орбитального момента L. Так вот, для спина эти коммутационные соотношения точно такие, как для орбитального момента. Значит, X-овая проекция, нам за N пишет N, М, минус, о, чертюшку, Y, M, S, Z, M и V, Z, Z, M, L, Z, M. То есть, если операторы спины наберутся на разных узлах, они коммутируют вот этот символ в ноль, и друг в другую переставляют спокойно на разных узлах. Если же они взяты на одном и том же узле, то при перестановке оператора спина возникает оператора спина L, Z. Эти коммутационные соотношения точно такие же, как я говорил, орбитального момента L в мантовой механике. Дальше L, S, Y, M. А у нас вот здесь коммутатор же стоит, да? Да. Коммутатор слева здесь стоит, да? Вот это коммутатор. Да, а там это X должно быть там Z. Да. С, S. И, извините, ребята, я иногда, так сказать, невнимательно пишу индексы, думаются, что слева не управляют. Конечно. S, Z, M. S, Y, M. Коммутация на одном узле дает X-овый оператор спина. И, значит, S, Y, M, дает X, Y, M, дает X, Y, M, всегда выполняется условие на сохранение длины вектора спина. Значит, если взять, написать такое вот выражение для операторов, S, X, M, в квадрате, плюс S, Y, M, в квадрате, плюс S, Z, M, в квадрате, то квадрат минус спина S на S плюс Y. Да. Это же самое соотношение можно переписать еще несколько иным образом. В расчете оказывается удобно вводить такие новые операторы, понижающие и повышающие. Так же, как при расчете при работе с орбитальными моментами вводятся в квадратные моменты V оператора плюс и минус, повышающие и понижающие. Значит, что это такое? Это берется S, X, M, и, соответственно, либо плюс, либо... Это потому что главное. Вот. 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 И, оказывается, вот это соотношение на квадратную длину можно написать таким образом. вот выражение за квадратную длину. Вот эти проекции называются циркулярные проекции спина. Циркулярные проекции спина. И для них тоже, вот пользуясь вот этими исходными соотношениями, можно составить следующие конституционные правила. S плюс M, S минус M, минус S, M, S плюс M, равняется 2, Z, M, F, M, M. Вот опять-таки используя вот эти соотношения на той правой досочке, еще можно получить такое соотношение между циркулярными и Z-проекцией. Конечно, эти квадратные соотношения сложнее, чем для оператора чверные позы, но, слава богу, еще проще, чем какие-нибудь квадратные конституционные. Так вот, и вот с учетом вот этих коммутационных соотношений, выражение для квадрата длины можно ремонтовать к такому виду. Оказывается, можно показать, используя эти коммутационные соотношения, используя эти коммутационные соотношения, значит, его еще можно написать по другому, вот это же соотношение, можно написать так, как S плюс N, S минус N и наоборот. А там S N в квадрате, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Одно S Z в линейной степени, а второе S Z в квадрате. Значит, 200 плюс, а 200 плюс. Я вам специально выписываю подробно все эти коммутационные соотношения, потому что они позволяют нам понять, как можно выразить среднюю величину S Z в проекции спина. Мы рассмотрим самый простой случай, когда спин имеет длину S 1 2. Спины, в принципе, могут иметь длину 1 2, единица, корректовые, двойка и так далее. То есть, в отличие от орбитального момента, есть целочисленные и полуцелочисленные значения спины. Так вот, если давайте возьмем частный случай S 1 2, задачка упрощается. Все это решается и для общего значения спина. Ну, давайте я не буду заворачивать. Спина в ареал не будет. Вот если взять спин S 1 2, то для него нужно показать, что S на S плюс 1 равняется 3 четверти, а S Z само описывается матрицей фабрии 1 2 0 минус 1 2. Поэтому, если мы возьмем S 2 1 1 2, мы получаем такое выражение 1 4, ну и единичная матрица. Это единичная матрица. Чему это приводит? А вот давайте поглядим вот на эту разницу. Значит, это приводит к тому, что S на S плюс 1 у нас 3 четвертых. Вот это, естественно, умноженное за единичную матрицу. Дальше это 3 четвертых. Вот это будет у нас S Z квадрат S Z квадрат 1 четвертая. В результате мы получаем следующее соотношение справедливое для спина 1 2. S минус S плюс N 1 2 минус S Z. И вот отсюда мы начнем танцевать. Видно, что если взять соотношение, которое я написал, нам, чтобы найти термодинамические средние значения Z-проекции спина, через которые выражается намагнеченность, надо считать такую вещь. Одна вторая минус вот такой среднее значение от двух операторов спина. Двух операторов спина. Ну, взятые на одном узле. И вот, используя метод двух операторов спина, мы рассчитаем вот эту величину. Если мы ее найдем, как она зависит от температуры, то мы найдем следующее значение Z-проекции и, естественно, намагничать. Вот для того, чтобы, значит, допоминаю, что магнитный момент одного узла G, мю, флора, F, F, значит, если это подставить, магнитный момент для случая спина одна вторая, ну, G, мю, флора, одна вторая, минус, значит, минус, 1. Давайте вот вычислим эту величину, используя метод двухвременной функции Грина. Давайте я введу такую двухвременную функцию Грина, построенную на двух операторах S+, и S-, значит, условное обозначение ввожу S+, M, во время T, S-M, в момент времени T, что это такое? Это вот такая функция, ну, мимо единица, ступенчатая функция Грина, это H2, дальше, термоэдемическое среднее значение от коммутатора от коммутатора двухвременчи, а С-M, Вот такая штука. Значит узлы n и n в общем случае берем разные, но в частном случае они будут совпадать. n равняется n. Когда я вот здесь пишу, что это? Это операторы взятые в Гайденбергском представлении, то есть s плюс nt есть e и ht, s плюс n, e плюс ht. Ну, чтобы сосчитать вот эту функцию Грина, давайте напишу для нее уравнение движения, то есть продифференцирую эту функцию Грина по времени. Давайте я ее буду дифференцировать. По времени t зависит от ступенчатой функции и зависит вот это среднее значение функции. Так, первое. минус d, o, dt от ступенчатой функции. Да? Так, дальше что? Ну, а дальше дифференцирую там среднее значение. Заведло значение операции дифференцирования, то я нашу под знак усаднение. Дальше идем. Ну, а вот что есть? Ну, это другая. Это дельта функция разных всех? Это дельта функция, да. Конечно, знаете. Конечно, знаете. Это дельта функция. Ступенчатой функции. Так. Значит, давайте вот этот первый член. Значит, минус d, o, dt. Это 3 минус t. Это дельта. d минус 5. Трих. Дальше. Дальше. Следнее. Волгейский член дельта. Он дельта. Т минус Трих. Дальше. Среднее от комбутатора. Поскольку здесь стоит дельта-функция, значит в коммутаторе мы берём оператор в один и тот же момент времени. Поэтому в простимом случае всё равно это будет. С плюс НТ, С минус НТ. Я напомню, что я сказал, что если в президент-белковском представлении операторы берутся в один и тот же момент времени, то коммутационные соотношения для них такие же, как для операторов шагалинского представления. Поэтому вот эта штука есть просто средняя от 2 СЗНЦ. Ну, что такое средняя от одного оператора в белковском представлении? Дело в том, что средняя определяется таким образом. Средняя от СЗНЦ в один момент времени. Это надо взять ШУ, Е, минус Б, ДА, Гамильтаниан. Дальше вот эти обкладки Газинберговского представления СЗЗ, Е, минус Б, ДА. Вот я записал современное Газинберговское темно-динамическое современное. Ну, еще пришел внизу для назвировки ШПУ, Е, минус Б, ДА. Когда я так записал, то я вспоминаю, что под знаком ШПУ допускается циклическая перестановка всех операторов. Ну, пожалуйста, тогда, значит, мы, скажем, вот этот оператор циклическим образом переставим сюда вот эту последнюю вкладку в программу. Дальше, поскольку в этой экспоненте и в этой экспоненте стоит один тут же оператор, они друг другом коммунируют, значит, эту вкладку я протаскиваю сюда, и она с этой съедается. То есть, фактически, значит, тогда получается ШПУ, Е, минус Б, ДА, СЗН. Уже оператором берется в обычном границе областной идеи. Поэтому, значит, вот это наше выражение, которое я здесь напишу, равняется 2 СЗН. Так, Дельта, М, М, по коммунистационному предотвращению, Дельта, Дельта, М, М. Вот в этом дифференциальном углублении мы разобрались с неоднородным членом. Теперь осталось одно второе, опять. Ну, давайте, значит, я напоминаю известное свойство, что если дифференцировать, то есть в первом представлении результат дифференцирования выглядит так. Ну, просто по очереди дифференцируем первую обкладку, вторую обкладку, значит, потом собираем, получается у нас коммутатор. Значит, чтобы найти вот эту производную, надо сосчитать вот этот коммутатор. Начинаем считать его групп. Значит, считаем групп коммутаторов. Ветров С плюс М. Подставляем наш гаметариан H, который писал в самом начале. Последовательно представляем с гаметарианами, которые стоят под знаками суммирования. Результат вы видели так. с гаметариан H и С плюс М минус СЗН С плюс М. Вот, значит, мы вот это сосчитали. Подставляем сюда, и мы видим, что вот это производное у нас записывается. Димоградом. И ДОТ от циркулярной варекции с плюсом есть У, то есть суммирование только по ближайшим соседям какого-то фиксируем углаве СЗН плюс НТ, С плюс НТ, Минус СЗНТ, С плюс НТ. Все, значит, мы производные это сосчитали наше уравнение движения, ну и теперь перепишем уравнение наше движение для функции Галина после технических движений. Выглядит оно так. ИДОДТ, допустим, он дальше. С плюс НТ, С минус НТ штрих. НЕОДНОРОВНЫЙ ЧЛЕН 2СЗН. ДЕЛЬТА НН, ДЕЛЬТА Т, Минус СЗН. Заметьте, что вот здесь у меня стоял индекс М, но трансляционные гумариаты системы мы рассматриваем бесконечно большой базе и учитывая поверхности. Очевидно, все узлы совершенно эквивалентны, и поэтому, значит, на самом деле вот это среднее значение не зависит от номера узла, потому что оно будет одинаково на все абсолютные узла в расчетке бесконечной системе. Так, теперь второй вклад И, Z, ДЕЛЬТА 1, подставляем результат дифференцирования оператора С плюс. Значит, у меня получается здесь такой вариант. Здесь получается фактически функция Грина С плюс НТ, Т, С плюс НТ, С минус НТ, С минус НТ, Что это означает? Фактически у меня под знаком усоединения функция Грина теперь функция Грина строится не на двух операторах, как я раньше, а теперь строится на трех операторах. Она стала более сложной. То есть я написал, продифференцировал нашу функцию Грина, построенную на двух операторах, увидел, что появилась функция Грина, построенная на трех операторах. Дальше мы можем поступать точно так же. Давайте создавим уроки, нет, для вот этой функции Грина более сложной. Мы начнем писать и О, ДЕЛЬТА, вот от этой функции Грина, которая там была по рационально совете, Грина, вот от этой же самой кухни, продифференцируем опять ступенчатую функцию, здесь выскочит некий набор Эльта функций, какие-либо средние значения. Дальше, на результате коммутации у нас получится уже Эльт. Вместо, есть было два оператора, второе оператора. Вот это называется функция Грина первого порядка, это второго порядка. Дальше начнем писать уравнение решения для функции Грина второго порядка. Будет получаться функция Грина третьего порядка. И получается в конечном случае бесконечная цепочка таких зацепляющих дифференциальных уравнений. Конечно, такую цепочку решить невозможно, и поэтому такой придуман был некий простой прием, чтобы эту цепочку оборвать и замкнуть. Прием называется расцепление. Он состоит в том, что мы делаем следующую процедуру. Вот здесь у нас под функцией Грина стоит вот такая комбинация операторов. С, Z. Под знакомым, что Е, стоит S плюс M на T. Мы, значит, все операторы, это какие-то величины в подкрытике какой-то, скажем, момент времени. Делаем такую приближенную замену. Так, представляем приближенно. Сперва вот этот оператор заменяется одним значением. С, Z, M плюс 0, S плюс M, D. И вот этот оператор, LUS, S, Z, M плюс 0, D, на среднее значение S плюс M. Но вспомним, как выглядит структура магнитная, филомагнетика, пока у меня существует спонтанный магнитный порядок. Значит, вот мы выделили ось Z, ось Z. Магнитные моменты или спины все смотрят параллельно. Но при тепловом перевороте диаметры глядят в противоположную сторону на промеже спонтанной иномагнитности. И мы видим, что в этих магнитных моментах в среднем нет никаких направлений, как в инегуляции Z. Это означает, что среднее значение спины на ось Y равняется 0. И, естественно, значит, вот эта циркулярная проекция, которая есть комбинация этих, тут равняется 0. Значит, таким образом, вот это полагает 0 нашей конкретной структуры, этой терморийной. И тогда S, Z, M, 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 T, S, M, T, S, M, T Дальше давайте вспомним, что вот это термодинамическое среднее на каком-то узле, оно абсолютно одинаково для всех узлов. Давайте вот эту величину будем вот сюда обозначать индексом Сигма. Сигма, С, M, T, S, M, T. Таким образом, если мы выполним такое процедурное расцепление, мы сделаем следующую вещь. Вот здесь под знаком суммы стоят две функции гранина. После такой процедурного расцепления, мы видим, они будут выделяются. Выделяются. Под 괜찮ностью? В policiesи. В проёте. В лечение двух мule Лиц. И отлично. И отличноly добавляем, а землю. В merzieh. Теперь это должен выполнить. Да. Симон. Симон. Ну и вторая, к сожалению, вот эту тоже ее вознагляем таким образом. С, с, z t, s плюс m, c, s, s минус m, c, c, s минус m. h плюс m плюс h по t s минус m c ну, чтобы дальше не иметь места с такой громоздкой записью давайте ведем условное обозначение давайте вот такую функцию с плюс m s минус m c обозначать следующим образом значит, функция громима зависит от разности двух координат и от разности с времен t и с t в итоге если мы используем действие расцепления и далее наше уравнение движения переписывается на стульфове d d g d d g d j d t Наша функция Грина удовлетворяет линейному дифференциальному уравнению с первого порядка. Вот надо это уравнение и решить. Ну давайте сделаем второе. Начинается рассеиваться друг на друге. Там уже, так сказать, с учетом вот этих взаимодействий с первым флором, импературная зависимость на махничество и Григорий и Григорий. Значит, мы рассмотрели случай низких температур в Дойсе и описали вот эту температурную область. Теперь давайте посмотрим на область высоких температур. Мы знаем, что рог нет в области высоких температур, но магниченность исчезает, переходит через точку герой. Ну давайте попробуем разобраться, что там происходит. Для высоких температур он должен сделать следующую вещь. Давайте вспомним, что есть такая связь вот этой функции воздушного распределения. Ее можно записать так еще. 1,2, как катанген гиперболический от аргумента х-проводок минус 1,2. Значит, то, что у нас стоит, наше выражение суммы 2n на экспонента бета-эпсилон-к минус 1. Вот если подставить вот это преобразование, мы запишем так, как 1 на n сумма по k катанген бета-эпсилон-к пополам минус 1. И вот тогда давайте подставим вот это в знаменатель нашей общей формулы. Значит, наша общая формула будет выглядеть теперь так. После этого теждественного преобразования. Сильва есть единичка, одна вставая в северку стоит, давайте двоечку сюда донесем, сумма. Оп, катанген гиперболический от аргумента. Бета-эпсилон-к на 2. Давайте теперь подставим в явном виде вот это нервное возбуждение. Вот, подзнаки катанген. Значит, это равняется 1 2n сумма по k катанген гиперболический от такого аргумента. и сигма z минус сумма гиперболический от аргумента. Так. Бета, давайте я выпишу как явно с температурой. В тот момент, когда немогниченность исчезает, здесь, у луточки пюри, очевидно, что среднее значение спина вот этой символы идет в ноль. значит, вот весь этот аргумент катангенса становится очень маленьким в виде самой точки перехода. Значит, мы можем записать, что и сигма умноженная вот эта факта, когда температура подходит к точке крыри, много меньше единицы. Следовательно, аргумент катангенса много меньше единицы, и давайте воспользуемся известным отложением катангенса для главных значений аргумента. Так. Если вы повесите в таблице, вы увидите, что катангенс х крыри х много меньше единицы, есть примерно единица на х плюс х в кубе, то есть, пустите, х делить на то, и плюс там члены следующие в аппарациональной х в кубе. То есть, вот это, в этих стрельбящихсях ну или вот это сингулярный вклад, вот это не сингулярный, потому что он начинает расходиться как единица за единица. Тогда, вот этот катангенс, который стоит внизу, мы можем отложить, вот по этой форме, используя сумму штатангенса, можем это назвать так. 2 на n сумму пока откатангенса. Ну ладно, я вам словно обозначу вот эту скобочку, значит, пишу первые члены разложения. Если я подставляю первые члены разложения единица на х, вот волнового вектора k записит только вот этот множительный, значит, первый член можно переписать так, 4 2 vt и σz единица на n сумма пока единица Вот я написал первую очередь. Дальше теперь, довольствие распространения, как аргентство будет Исигма, 3КВТ, единица на Н сумму пока, значит, Z минус Дельта единица. Значит, если мы здесь будем суммировать по волновому вектору Рука вот это член 0, Z выносим за знак суммы единица на Н, сумма по всем состояниям К, то же Н в состоянии, значит, вот этот первый член, это просто Z окончательно, окончательно вот это возложение Я в протяжении представлю, как и много. Значит, два, так, 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 давайте еще учим, давайте я буду работать, давайте я буду работать с простой кубической решеткой конкретно, давайте я учу, что число вмешающихся сетей Z равняется шести. Значит, вот это Z маленький равняется шести, в том числе значит, тогда вот первый член с учетом шести нам гляндаст такое две таблетик КВТ на Исигма, и вот здесь я обозначу некий интеграл, сейчас притнем, так, и второй член, который раз где-то уже после суммы у меня Z равняется шесть, это есть два и Сима, два и так. Вернем я здесь одну букву, одну букву, просто этой буквой я обозначил вот такую решеточную сумму, вот я тогда написал эту букву I, это я ввел вот такую решеточную сумму, сумма по K, единица, минус E, Z, сумма по ближайшим соседям по одной кубической решетке. Ну, оказывается, если перейти от интегрирования по K к интегрированию в K, от суммирования по K к интегрированию по первой зоне брюлена, по первой зоне брюлена, там где T, K, X, твойные интегралы. По первой зоне брюлена хранится от P A до минус P A в каждом направлении. Так, здесь будет единица минус 1 треть. Расстояние для этого вектора дельта по модулю равняется A. Здесь будет возникать косинус K X A плюс косинус K Y A плюс косинус K D A. Вот возникает такая решеточная сумма, она часто встречается во многих физических задачах, и она была математикой, мы имеющими математические расчеты, засчитана для всех кубических решеток. И вот эта решеточная сумма получила название интеграл Ватсона. Ватсон считал. Интеграл Ватсона. И для простой кубической решетки она равняется 1,516 тысячных. Ну, если бы у нас рассматривали решетку ОЦГА, ГЦГА, там для ОЦГА где-то что-то, по-моему, 1, 2,7 десятых. Для ОЦГА 1,2 десятых. Ну, в общем, для четыре порядка единицы уже были засчитаны. В итоге, в итоге, к чему мы пришли? Мы пришли, что в опыске высоких температур. Наша согласованная вам единица в совете возвращения спины выглядит таким образом. Сигма. Знаменательный результат расчета суммы с косаргентами. 2,2,2,3,2,3,3,3,2,3. Вот этот интеграл Ватсона, 2,3,2,3. Давайте проверяем. Ну, легко увидеть, что это наше уравнение преобладывается к следующему сигма квадрату. Что мы видим? Мы видим, что сигма квадрат положительная у нас, но при увеличении температуры скобка обращается в ноль становится отрицательной. Значит, в некий момент сигма становится у нас равна ноль. Так вот, эта температурная точка, по которой сигма становится ноль, это и есть точка тюрьмы. Значит, мы видим, что она проверяется нулём вот этой круглой скобки, и мы получаем следующее выражение для точки тюрьмы листа. 3 и 1, 2, 2, 3. Ну, значит, константу Больсена дает. Пишу, ну, можно писать, поделить константу Больсена, значит, если обменные интегралы измеряются в электрон вектор, поделить на константу Больсена, то ты получишь отметку температуры. на константу Больсена. Значит, точку тюрьмы определили, а теперь как, каким законом будет описываться на магниченность вблизи самой точки тюрьмы. на константу Больсена. Давайте, будем учитывать следующую вещь. Температуры, очень близки к температуре на константу Больсена. ТС плюс Т минус ТС. Значит, давайте в этом выражении сделаем следующую вещь. вынесем в передней ТС число 1 минус катая штука обозначена буквой Т маленькая. Т маленькая это 1 минус Т на ТС. Вот это Т маленькое характеризует относительное отклонение температуры наблюдения эксперимента от точки клюри. Этим приемом всегда пользуется вблизи точки фазового перехода. Вот это тематика немного меньшее. Ну вот если сюда это выражение подставить и ограничиться поправкой первого порядка по вот сюда подставить это сюда и вот фарфон надо подставить еще сюда и если ограничиться первым порядком малости по вот этому то это выглядит так сигма квадрат получается до В тс минус и квадрат и на В кубе на т с ладно давайте учтем вид выражения для с что значит будет строение с по результате мы получили температурную зависимость на магничнике в 2 точки перехода если извлечь квадратный корень у нас будет 3 4 на их порядка полу вот значит да вот это знаменитый закон который получается приближение обычно среднего поля вблизи точки перехода что параметры порядка вблизи точек перехода бывает подлин квадратный по степени отклонения температуры то есть мы нашу задачу решили и показали что вот если у нас есть среднее значение спина которое пропорционально на магничности n значит здесь оно на 1 2 выходит вот здесь в этой области бывает пропорционально минус константа на т степени 3 2 вот в этой области ведет себя как пропорционально убывание единица на т ц в этой области ну и наконец мы определили самоглочную кави ну для этой промежуточной области ну приходится делать численный счет вот этого мнения которое я писал исходно для сигма все я рассматривал движение все все